70 лет Кузбассу, 75 лет нашему городу Горняков. По добыче угля Белова занимает четвертое место в области. Сегодня угольные отрасли – это современная техника и автоматизация процессов. Без специального образования под землю не спуститься. Но ветераны, собравшиеся в этом зале, помнят другие времена и условия. Валерий Васильевич четверть века проработал в забое шахты «Пионерка». За ночь, за смех, за три смены много угля просыпалась. Мы потом приезжали, уголь убирали по три-четыре часа постоянно. Сказали, выходим, вот это дело делаем, работу делаем, значит, и дружно. Не было такого, что один тащит, другой не помогает, друг другу помогали всегда. Вот эта шахтерская дружба всегда выручала нас. Коллега шахтера Евгения Баева проработала в «Котельной пионерке» 21 год. Не под землей, конечно, но это тоже был совсем не женский труд. Мне моя профессия нравилась, потому что я физически нравилась мне работать. Спускалась в шахту, все-таки интересно было посмотреть мне как. Как там люди шахтеры работают. И какой это труд? Ну, конечно, мужской. О том, что самое главное в шахтерской работе – это команда друзей, которые всегда подставят плечо, считает и Юрий Бойгер. Все эти люди – коллеги в прошлом, а сегодня – члены Совета ветеранов, активисты и общественники, всем сердцем влюбленные в свою профессию. У нас спортсменная школа 30 с ребятишками, музей открыли, пропагандируем шахтерскую профессию. Стоит быть шахтером? Стоит. Почему? Ну, потому что это очень интересно. Часновая техника – это не то, что как раньше было. На деревяшке работали. Но чтобы было так, как сегодня, этим угольщикам пришлось хорошо потрудиться на тех деревяшках. Я благодарю вас за то, что вы избрали эту самую сложную профессию. Профессию уважаемую, профессию богатую на трудовые рекорды. Труд остается опасным, почетным и очень важным для страны. История Кузбасса 70 лет. Угольный край, который создавали именно эти люди. Они добывали уголь, исследовали геологические особенности, вычисляли и составляли сметы. Сегодня угольная сфера сильно видоизменилась. Разные собственники, новые оборудования, новые способы добычи и исследований. Но люди те же, такие же шахтеры, геологи и маркшейдеры, влюбленные в свою профессию, как и нынешние ветераны. Все они прославляют своим трудом наш угольный край.